Саш, знаешь, как я понял, что я вырос? Потому что ты достиг метра восьмидесяти скольки-то там в росте. Но начнем с другого. Нет, я понял, что вот сейчас август, следующий месяц сентябрь. А я не боюсь, мне все равно. И вот это, пожалуй, значит, что закончилась уже вся возможная учеба. И значит, уже для тебя каждый месяц по-настоящему рабочий и важный. В школу нам с Артемом не нужно, а вот другим ребятам очень даже. Наверное, об этом мы сейчас и поговорим с нашей следующей гостьей. Конечно, потому что к нам сейчас в гости пришел специалист очень тонкого плана. Потому что если какие-то сферы можно сравнить, знаешь, с молотком и пилой, то это настоящий скальпель. Потому что пробраться в глубины человеческой души не так уж и просто. Все дело в том, что у нас Ольга Войновская, психолог, и мы будем обсуждать злободневные и очень важные вопросы. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы знаем, что сейчас как раз таки уже многие родители, в том числе и дети, родители финансово, дети морально готовятся к школе, к новому сезону. И вот как настроиться, чтобы это было максимально продуктивно и эффективно, с хорошими оценками и с минимальными истериками у детей? Ну, знаете, я думаю, что родители готовятся не только материально, но и тоже психологически, как вы сказали, морально, но в вашем контексте это синонимы. Ну, как настроиться? Ну, нужно порассуждать на тему возраста ребенка или студента. Если это ребенок, то советы родителям примерно будут такие. За несколько недель, и очень правильно, что вы сегодня меня пригласили уже почти в середине августа, что уже об этом нужно подумать. За несколько недель до начала учебного года, как и детям, так и подросткам, так и студентам, нужно, конечно, уже думать о режиме элементарно, режим дня. То есть нужно, конечно, просыпаться чуть раньше, на 15 минут каждый день, раньше, 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 чтобы подвести к тому времени, которое типично для обучающего процесса. Что такой важный совет, ну, из нетривиальных таких, это как замотивировать ребенка пойти в школу. Нужно с ним пойти вместе на книжный базар, купить ему одежду. Вот выбирать, да, увлечь? Мало того, что выбирать, но чтобы ребеночек сам проявил инициативу, особенно если это девочки, они с удовольствием потом будут ждать 1 сентября, чтобы одеть эту новинку или взять новый красивый пенал с какими-то героями любимыми. И они будут больше ждать вот этого, ну, не понимая вот эту тонкую ловушку экологическую. Поэтому дети с удовольствием пойдут в школу в этом смысле. Чего не нужно делать родителям? Конечно же, не нужно загружать, создавать напряжение. Нужно из этого сделать вообще-то праздник. И один из таких самых, наверное, принципиальных и простых советов. Давайте все-таки доверимся учителям, которые уж точно и психологи, и специалисты в этом лучше понимают. Если они потом индивидуально попросят что-то родителей добавить, сделать, поговорить с ребенком, тогда это можно будет сделать. А учителя в классе сами заметят, что не так с тем или иным ребенком. Учителя привычны к тому, что детей весь сентябрь, как и мы в университете, почти невозможно усадить и замотивировать. Поэтому там все пойдет своим чередом. Ну а родителям, если и вмешиваться, то минимально и как бы с пользой, а не только для того, чтобы вмешиваться. Так, ну сейчас больше всего напряглись родители первоклашек, наверное, потому что это самое сложное. Вот как объяснить ребенку, что начинается новый этап в жизни, да, что происходят определенные трудности, с которыми предстоит справляться? Ну, этого мы не объясним ребенку, его нужно в это окунуть. Поэтому вообще это событие. На самом деле ребеночек очень ждет это событие, потому что это некоторая такая инициация, как мы любим такое слово, что вдруг ребенок чувствует эмоционально, психологически, что у него такой серьезный этап в жизни, что вот что-то будет совершенно иначе, ну и надолго. Надолго, лет на 10-11, ну кто-то может 9 там. Вот, и поэтому ребенок, ему любопытно, он не знает, что такое, поэтому не надо пугать. То есть это сделать как приключение, как праздник, чтобы этот переход был максимально мягким. Поэтому вот уж точно то, о чем вы сказали, будет больше вредить, что вот у тебя такой новый этап, все позади детства, теперь ты взрослый. Нет, это больше может ребенка испугать. Ну, не стращаем. Не стращаем, совершенно верно. И я вот помню, что когда я шла в первый класс, я вот первые пару недель вообще не понимала, зачем мне это нужно. Ну вот честно, то есть я не понимала, что я вроде умела уже читать и писать, ну и смысла не видела. А папа начал платить мне за пятерки. Вот правильно это или неправильно, или мы слишком привязываемся к торгово-рыночным отношениям? Ну, вы знаете, как бы деньги, это, наверное, самое, ну, такое простое и примитивное, что можно предлагать ребенку. Ребенок не очень умеет опосредовать, что деньги это то, что я хочу. Правильнее было бы уловить, что ребенок хочет на самом деле, что он любит. Например, если он любит, ну, там, бассейн поплавать, то мы тебе абонемент в бассейн купим. Если ребенок этого совершенно не любит, то сказать ему, ты не будешь больше ходить в бассейн, только приноси пятерки. То есть нужно почувствовать, что ребенку важно в этой жизни, будь то игрушки, а еще это игрушки в первом классе. То есть мотивировать. Деньги ребенок не очень понимает, он понимает деньги вот так. Родители все время говорят о деньгах, наверное, это что-то такое крутое, что нужно иметь, не знаю, зачем, но что-то нужно иметь. То есть ребенок еще с трудом вот опосредует эти вещи. Поэтому правильнее было бы все-таки почувствовать, что ребенок любит и на этом играть. Так, ну, а я напоследок не могу коснуться вопроса студенчества. Потому что тут есть не некоторые сложности. Во-первых, уже нет родителей, которые отводят тебя на первый курс. А во-вторых, мотивацию приходится искать уже внутри самого себя. Вот что делать демотивированным студентам, как объяснить себе, что на учебу все-таки пойти стоит. А может и не стоит, раз не хочешь. Ну, такое слово демотивированным. Это что же такое демотивировало? Только может быть то, что они туда пошли учиться. Но вообще ситуация такая, если говорить более серьезная. Первый курс, мы не имеем проблем. Почему? Потому что первый курс они ждали. Это их выбор. У них еще горит эта их надежда. Они с большим удовольствием и тревогой, и трепетом идут на первый курс. Мы их каждый год встречаем. Мы видим эти горящие глаза. Они полны, ну, вот, жажды жизни, жажды своей профессии. Ну, во всяком случае, у нас на факультете психология. Это особые люди. Вот первый курс, пока они еще не окунулись в психологию, ну, или в другой свой предмет. Поэтому с первым курсом таких проблем нет. Это самые любимые студенты. Они горят, хотят, мотивированы, и там все хорошо. Второй курс, ну, отличается такими примерно вещами. Они, у них позади первый курс, они вытерли салбопот, поняли, что как-то тяжело учиться. Ну, им обещали, что на втором курсе будет легче. И они наивноверят, да. Третий, четвертый курс, ну, вот там, ну, это уже взрослые люди. Конечно, они должны порассуждать на тему выбора, своей будущей профессии. Пока не поздно, может быть, что-то поменять. Или подключить еще второе, там, какое-нибудь образование. Ну, это уже крайние такие случаи. Ну, студент это взрослый все-таки человек, который, ну, сам выстраивает свою мотивационную, там, составляющую. Система. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что у нас была Ольга Воиновская, психолог. И обсуждали мы вопросы не менее важные, такие как мотивация, да, и, собственно говоря, думаю, подсказали родителям. Так, подготовь себя к школе вообще, действительно, вопросы не из легких. Вот, потому что дали подсказку, назло некоторым школьникам и их родителям о том, как договариваться и что делать. Но вы нас простите или поблагодарите, если вам это помогло. Но, вообще, 1 сентября это важная дата. Но таких дат куда больше, потому что ключевые события происходили и происходят в течение всей истории человечества. Поэтому наша следующая рубрика именно об этом.